Здравствуйте, меня зовут Дарья и вы смотрите еженедельный видеодайджест о проекте Skyway. Мы продолжаем рассказывать новости в домашнем формате и поддерживаем карантин по всему миру. Устраивайтесь поудобнее и давайте узнаем о главных событиях проекта Skyway с момента последнего видеодайджеста. Смотрите сегодня в выпуске. Фотографии Эко-дома в шардже от компании Artiline Wooden Houses. Интервью с вице-президентом компании Skyway Green Tech Романом Марвахом. Специалисты ООО НСИДЕП о том, как работает искусственный интеллект струнного транспорта. Остановимся на этих событиях более подробно. Компания-подрядчик Skyway в шардже Архилайн Wooden Houses на своем сайте показала фотографии строительства Эко-дома. На снимках видно, как происходила выгрузка материалов в начале строительства, формирование фундамента и установка нижних рядов из бруса. Представители компании также рассказали об уникальных чертах Эко-дома. В проекте здания сочетаются экологичные технологии, американские розетки и раздельные водоотводы, необходимые в Объединенных Арабских Эмиратах по религиозным причинам. Напомним, Эко-дом в шардже будет выполнять две функции. Во-первых, здание станет штаб-квартирой Skyway на Ближнем Востоке. Во-вторых, на примере Эко-дома проект сможет продемонстрировать экологичный подход к строительству. Продолжаем знакомить вас с сотрудниками проекта Skyway в Арабских Эмиратах. На этот раз глава информационной службы Skyway Михаил Кириченко поговорил со старшим вице-президентом компании Skyway GreenTech Романом Марвахом. В интервью господин Марваха рассказал, что присоединился к проекту летом прошлого года. До этого он около 30 лет проработал в сфере городской инфраструктуры. По словам господина Марваха, в шардже завершается первый этап строительства инновационного центра и скоро начнется второй. Текущие успехи проекта уже привлекли коммерческий интерес правительств Эмиратов Фуджейра и Абу-Даби. Напомним, Skyway GreenTech – дочерняя компания Skyway, которая занимается развитием технологий струнного транспорта в Объединенных Арабских Эмиратах. Ссылка на полное интервью с Романом Марваха в описании под видео. На прошедшей неделе завершилась разработка нейросети, адаптированной для управления струнным транспортом Skyway. Специалисты компании-партнера Skyway ООО «Инсидев» рассказали о том, как именно работает нейросеть. Напомним, что подвижным составом Skyway управляет интеллектуальная система, которая позволяет сделать поездки автономными и безопасными. Сегодня испытания интеллектуальной системы проходят на тестовом стенде, где специалисты ООО «Инсидев» моделируют работу струнного транспорта в Арабских Эмиратах. Разработанная система умеет диагностировать неисправности внутренних приборов и реагировать на препятствия по ходу движения транспорта. Кстати, в 2019 году генеральный конструктор Skyway Анатолий Юнистский продемонстрировал работу интеллектуальной системы в действии на примере Юнибуса. Ссылку на это видео мы оставим в описании. Это были все новости за неделю. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Оставайтесь дома со своими близкими и проведите при воспользовании. До встречи!